Уважаемые зрители, постараюсь ответить очень быстро, у меня мало времени, на вопросы одного из зрителей насчет фильтрации, насчет лавы, насчет подмен воды и уровня нитратов, аммиака. Расскажу на примере вот этого аквариума, потому что здесь большая биомасса, два ската уже немаленьких, 22 плюс сантиметра. И 20 с лишним дискуссов размером 12-14, наверное, может даже побольше сантиметров. Значит, вода, откуда берется вода? Из водопровода через фильтры, один механический, один смешанный механика с углем, вода приходит вот сюда, вот в эту синюю бочку. В синей бочке она, во-первых, нагревается, нагревается с помощью вот этого бойлера и циркуляционного насоса, который в ней стоит, и по трубам подается при открытии экрана в аквариумы. Кроме того, здесь стоит аэрация, вот это управление помпой. Аэрация вот заходит, насос стоит вон там, на потолке Heavlo 80, по-моему. Не вижу, не помню. Вот, здесь у нас стоит перекачивающая помпа из сампа, который сзади аквариума. И вот такая помпа, ну просто вместо помпы течения, что было, то поставили для скатов. Она вот здесь выключается на время кормления, и здесь тоже есть кнопочка feed, то есть когда кормим скатов и дискуссов, ну выключаем эту кнопочку. Свет сюда даже не проведен. Теперь пойдем и посмотрим с другой стороны аквариума. Значит, с другой стороны аквариума вот такой сам с лавой, как я вам уже показывал. Здесь стоит насос перекачивающий, здесь стоит UV-лампа, вот входная труба для заливки воды, и обычно в ней стоит протока. Сейчас протока не работает просто потому, что где-то включена другая вода, ее выключит и сюда будет поступать. Здесь есть вот отделку, где скапливаются, как вы видите, экскременты, которые сами уходят в этот отдел. И если открыть тран, то они будут потихонечку уходить. Вот так они крутятся и уходят. Значит, насчет биотентрации, хватает ли лавы? Безусловно, хватает, здесь еще лежат и лежит керамика, но на самом деле с лавой очень удобно. Почему? Потому что когда нам надо запустить другой аквариум, то мы берем немножко лавы и перекладываем туда. И вот эта керамика тоже самое, она лежит в мешочке, и переложив этот мешочек, мы можем усилить биотентрацию в каком-то другом аквариуме, где какая-то проблема или который надо запустить. Дело в том, что и в лаве, и в керамике живут бактерии, которые при наличии пищи, то есть органики, очень быстро размножаются. И перекладывая небольшое количество, мы как бы даем основу для колонии бактерий в той лаве или том фильтрате, биофильтрате, который есть в новом аквариуме. Также роль биофильтра играют вот эти губочки, вот эта работает на механику, а здесь на механику работает только верхняя губка. Верхнюю губку мы периодически моем, стараемся мы именно в этой воде, под краном промываем редко, только тогда, когда совсем забивается. Значит, зачем аэрация в санте, вот эти пузырьки, идущие через лаву? Ну, во-первых, скажем откровенно, у нас рыба из Европы, дискусс-центра от Рудольфа Багнера, и на самом деле, вот эта структура строения аквариумов тоже сделана по примеру его разводник. И у него сделано именно так, и он говорит о том, что вот эта аэрация через лаву, она очень важна. Почему я согласен с ним? Потому что, во-первых, если вы посмотрите, то пузырьки идут то одним путем, то вторым путем, то третьим путем, и таким образом они позволяют воде тоже омывать более равномерно, на мой взгляд, вот эти вот кусочки лавы. Проверить так это или не так, ну, невозможно. Но то, что работает все хорошо, это да. Второй момент, да, вы знаете, что бывают анаэробные и аэробные бактерии, которые работают несколько по-разному, по-разному разлагают органику, перерабатывают нитриты и нитраты. На самом деле аквариуму, наверное, нужны и те, и другие. И я думаю, что в лаве, так как поры разные, это же природный материал, поры в нем образовались естественным путем, и они не калифрованные какие-то, как в основных естественных материалах, которые создаются искусственно, и всегда один и тот же режим выдерживается. Поэтому поры разные, и в одних порах могут жить аэробные, в других анаэробные бактерии, в зависимости от того, попадают туда кислород или не попадают. Для аэрации используем вот такие обычные с базара, прямо скажем, нефирменные камни. Почему их? Во-первых, потому что они попались, но я думаю, что они для данного случая хороши, потому что у них крупные пузырьки, и возможно, благодаря этому они не забиваются. Вот здесь вот это лежит уже несколько лет. А те тетровские с более мелкими и качественными пузырьками уже бы давно забились, и надо было бы все вот это вскрывать и промывать. Значит, аммиака и нитритов в этих аквариумах я не видел со времени их запуска, хотя неоднократно проверял. То, что касается нитратов, так как чистка аквариума у нас происходит минимум два раза в сутки, то есть перед каждым кормлением мы чистим дно аквариума, и если необходимо, то часть воды вот отсюда тоже сливаем. И, соответственно, доливаем до уровня, вот здесь стоит уровень, здесь же стоят метки 10, 20, 30, 50, для того, чтобы знать, сколько воды ты подмениваешь. Стараемся подменивать не больше 10% за раз, имеется в виду. Ну, получается обычно поменьше, кроме каких-то специальных случаев. У молодых рыб, у мальков подмениваем больше, у взрослых рыб подмениваем меньше. Ну, вот такая ситуация. Нитраты в результате, самое большее, что я видел, это 10%, то есть на самом минимуме. Все, спасибо за внимание. Задавайте еще вопросы, будем отвечать. Извините за некоторые неточности и оговорки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok